Не знаю, какая выскочила из этой серии, толстого 70 на 50, первый раз она выстрелась в архомозе, чуть ли давно не писала, но не знаю, как это надо. А вот это вот как ты делаешь? Вот это вот ты просто как-то вот так потом руками сминаешь или как? Руками, все делается руками, берется тряпочка, вот здесь просто любая тряпка, вот и сминается уже с клеем вниз, а потом она грунтуется и по грунту уже царапины там идут. Ну, очень интересный прием, и он, в общем, уместный такой получает, она как бы проявляется среди вот такой вот стены. Да, значит, хорошо, раз так получилось, видится. Мне кажется, это как бы пенописи, вот такое отрасли, серьезные, медленные краски, пенописи или что-то. Ну, хорошо, когда у всех происходят свои впечатления, это говорит о том, что работы неоднозначны, то есть каждый видит вот что-то свое, у меня вот это самое классное. Ну, птички, птички это относятся или это были? Птички это были, медленочки это были, а вот здесь вот как раз Игорь Перцов, это вот его автопортрет, в чем, на самом деле, он и был такой волосатый, вот грустный все время, довольный собой. Терзаемый демонами? Ну, и это тоже было, наверное. Ага, ага. Ну, вот здесь вот вообще демоническое что-то. Ну, это вот ночной дозор. Ну, прямо скажем. А фильм этот вышел в это же время или это совершенно не связано? Совершенно не связано. Ну, просто ассоциация с названием, так? Нет, это вообще вот 1991 год. Ага, ага. То есть здесь все работы, которые вот остались здесь пить. Вот. И здесь тоже, на самом деле, вот когда мы смотрим, вроде бы они все такие цветовые пятна такие. А на самом деле это очень сложные фактуры. То есть тоже идут оттирочки. То есть он использовал краску, грунт и оттирал ножом, наждачкой, грибами. И потом уже пошли, потом шли уже вот эти вот сложнейшие элисеровки. А здесь, наверное, просто вот так кистью это самое капают? Ну, это редко, да. Ага. Ага. Но цветопередача, конечно, у него фантастическая. Вот там интересное, вот этот вот какой-то зеленый такой, то ли это растет сталактит, то ли это какая-то комета летит, то ли что. Вот теперь мы этого не узнаем. Да. А там вот у него вот так вот нарисовано, как на этих вот египетских каких-то картинах. Ну, что-то, да, из Африки. Да, да, да. Ага, ага. То есть вот всего намешано в этой картине, чего тут только нет. Но самое главное, конечно, краски. Хотя вот рядом вещь совершенно в других очень сдержанных, и она более такая геометричная. Да, ну, и вот как жена ему писала, вот статью писала Ира Перцева, вот, что Игорь шел от абсолютного состояния, ну, неизведанности. То есть не было никакого никогда первоначального замысла. То есть вот было желание работать, вот наносилась фактура, а дальше все зависело от первой линии. И линии уже выводили в цвет, и точно так же цвет потом выводил в другой цвет. То есть работа очень сложная. Ну, мне кажется, что это гораздо сложнее и интереснее работа. Она какая-то, тут и фигуры какие-то просматриваются все-таки, да? Ну, вот, казалось бы, вот это вот двое там, да? И причем их можно приплести, что религиозный сюжет или какой-то совершенно противоположный, хоть космический. Ну, вот очень интересно. Вот здесь тоже, здесь, но здесь уже, да. Здесь уже, конечно, нимб просматривает, а так что-то религиозное какое-то. Но это очень редко. Очень сильно. Вот здесь удивительно яркое, прозрачное и радостное. Да, вот, наверное, это редкий вариант, когда не было использовано вообще фактуры. То есть здесь чистые лессировки. И вот у нее ощущение акварельности. То есть вот прозрачности такое абсолютно. Ага, ага. Да, редко. Ну, то есть по грунту дальше пошел. Да, да. Нет, это, насколько я помню, это темпероса с маслом. Ну, и лак, то есть это лак все. Все вот эти вот пессировочные, они все со сложными лаками. Да, они, вот, интересно, что здесь сочетание белого и кирпичного, и так и так интересно, да? В то же время, вот смотри, вот там, где есть сюжет, ну, все-таки какой-то, наверное, есть. Типа солнце. Типа тут вот. Да. Или планета какая-то. Да, но это всегда упрощает восприятие для зрителя. Но на самом деле все вот эти вот работы, это чисто эмоциональное восприятие. То есть ты вот не задумываешься, и все, вот она тебе или нравится, или не нравится. Все, и вот. Да нет, мне кажется, они не могут не нравиться. Просто вот одному он увлечен, вот эти краски представляются таким каким-то легким минором, а вот это вот больше радости какой-то. Красная всегда. Да. И вот что удивительно ведь, вот я уже говорил сегодня, что при всей вот сложности цветовой гаммы, они, и вот вроде бы дравлений, они абсолютно не разваливаются. То есть если их перевести в черно-белый вид, вот эти вот работы, они все равно будут собраны. И вот такие вот сложные сочетания цветов, по-моему, у нас никто больше и не делал. Ну да, красивая работа, что называется. Вот, к сожалению... И страстные, и страстные. К сожалению, основная масса работ осталась в Канаде. Ага. Не знаю, повезет жена их сюда или нет. Ага. Как все это сложится. И все-таки давай вернемся к твоим работам. Сейчас.